Окунулись в увлекательный мир науки и почувствовали себя настоящими исследователями ученики первых четвертых классов в рамках проекта «Профтренд». Соключительное в этом учебном году мероприятие проекта «Атомный квест» традиционно прошло на базе Дворца детского творчества. Аудитории на время превратились в научные лаборатории, в которых ребята делали свои первые опыты, а помогали им в этом сотрудники Руфиадсвнеев. Улыбки не сходят с их лица, а если дети улыбаются, и мы с вами счастливы. «Профтренд» разрастается, идет вперед. Мы начинали когда-то с небольшого количества мероприятий. Сейчас в наш цикл входит все больше и больше мероприятий. Мы очень рады, что сотрудники ВНЕВ поддерживают этот проект. В познавательной игре «Атлас профессий» участвовали порядка 60 младших школьников. По маршрутному листу каждой команде предстояло пройти 4 станции. На любом предприятии работа начинается с техники безопасности. По картинкам из сказок и мультиков ребята размышляли, где их могут подстерегать опасности и что надо и нельзя делать в тех или иных ситуациях. На химии участники работали с растворами и пробирками и самостоятельно определяли отпечатки пальцев и группы крови. «Нам давали бумажки, где были нарисованы отпечатки пальцев. И мы проявляли их обычным йодом. Просто брали с помощью и тыкали. И потом смирали. Какой-то человек был, другая группа делала группу крови. И потом там лежали бумажки, где были написаны данные людей, какая группа крови, отпечатки пальцев». Одни из трудных заданий ребят поджидали на станции «Криптография». Разгадывать зашифрованные сообщения оказалось делом непростым, и участникам пришлось поломать голову. А магистры физики рассказали юным исследователям о физических законах. И на их основе ребята попробовали сделать водяную башню плотностей из различных цветов. У команд получился красивый градиент. «Мы пытались сделать башню из воды. Но мы добавляли соль, чтобы вода была разной плотности. И у нас не особо получилось». «На станции, где мы расследовали преступления, мне понравились опыты. Также мне понравилась безопасность, потому что там были листочки с мультфильмами, и там надо было говорить, что нельзя делать, а что можно делать». В течение игры самым активным школьникам раздавали жетоны-эфики, которые потом обменяли на призы. Каждый участник атомного квеста также получил подарки.